Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Его адвокаты заявляют, что жизнь политика в этом учреждении находится в опасности. Сам бывший президент Грузии пишет в письме, что ему грозит физическая расправа по указанию Владимира Путина. Что происходит и какие шансы у Саакашвили выйти на свободу, разбирался Михаил Пранович. Всю ночь у здания Дома правительства в Тбилиси были слышны лозунги с призывами освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик был арестован 1 октября, как только вернулся в Грузию с целью сплотить оппозицию накануне местных выборов. Практически сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку. О том, что ему становится хуже изо дня в день, говорили ранее его адвокаты и личный врач. Его сторонники выступили с требованием перевести Саакашвили в гражданскую больницу. Но 8 ноября его перевели из тюрьмы в Руставе в тюремную больницу в Тбилиси. Мы должны видеть Михаила Саакашвили на свободе и в безопасности. Его перевели в самую обычную тюрьму, где ему не гарантируется ни здоровье, ни безопасность. Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили перевели в гражданскую больницу. Это требование номер один. Требование номер два – вернуть нам украденные выборы. Грузинские власти заявили, что сделали это во избежание ухудшения состояния здоровья политика. Свою версию перевода рассказал в письме и сам Саакашвили. Меня тащили за волосы. И я, конечно, сопротивлялся точно так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал. И я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения. В Грузии на экс-президента заведено четыре уголовных дела. По двум были вынесены приговоры. Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Сам политик свое задержание, а также перевод в тюремную больницу, называет попыткой физического уничтожения по указанию Путина. Саакашвили боится находиться в этой тюрьме, поскольку именно здесь сидит большинство коррупционеров, которых посадили в период его президентства. Оппозиция готовится к новым акциям протеста и заявляет, что сделает все, чтобы освободить своего лидера. Политолог Тарники Шарошинидзе уверен, это не принесет желаемых результатов. Это уже дней 2003 год, когда удалось сменить власть с путем как раз уличных протестов. Сейчас ситуация очень изменилась. И в первую очередь в этом, кстати, скажем так, виноват сам Саакашвили, потому что при нем правилохранительные органы и спецслужбы окрепили. И сейчас они прислуживают этим властям. Политолог также уверен, что не состоится в ближайшее время и экстрадиция Саакашвили в Украину, гражданином которой является политик. После его ареста выступы с заявлением Зеленский. Заявление было, скажем так, общего характера, что он добивается выдачи всех граждан Украины, включая Саакашвили. Всех больше ничего не было. Только вот вчера, после того, как Саакашвили перевели на другое место заключения, только после этого МИД Украины выразил протест. То есть выдал ноту нашей грудинской стороне. Больше ничего не было. В свою очередь оппозиция обещает не расходиться и расширить географию протеста. Лидер партии Единого национального движения Нико Мелия заявил, что протест будет мирным. Врываться ни в одно государственное учреждение оппозиция не планирует, как и проводить протест у тюремной больницы, поскольку это, по мнению политика, может угрожать безопасности Саакашвили. Михаил Пранович, Белсад.